здравствуйте дорогие друзья вот показываю вам такое вид у нас сегодня проходит с вами эфир по гомеопатии сейчас секундочку буду искать нашего гостя переключаться на себя всех приветствую здравствуйте рада всем ждем нашего гостя сегодня у нас интереснейший эфир мне давно хотелось его сделать с вами монатурал и я лана мортенсен жду нашего романа сегодня поздравляю всех россиян с праздником с крещением все наверно купались снегу и холодных прорубях здравствуйте роман дорогие друзья разрешите мне предварительно скрываю гости до последнего момента мои подписчики хорошо знают что я подбираю изюминок перед с нами сегодня у сирии организатор международного центра гомеопатии гомеопатии гомеопатика пытаюсь на английском прочитать президент всемирной всемирного гомеопатического саммита магистр медицинских наук гомеопат со стажем роман а как у вас с нами роман бучеменский и роман из израиля то есть у нас тоже такое международное с вами встречи я в сша в израиле вы из разных толков роман что-то с камерой я вас не вижу что что можно как-то там на вы меня не видите или не слышите или что что с этим я слышу я слышу вас неплохо но и не идеально но давайте вот вас приветствует говорят очень рада видеть романа а вот может быть подальше как вы садились тогда вот я ничего не менял так вроде бы как все вы не не шевелите его и он уже привыкает что собирает свои пиксели сейчас мы наладим это я надеюсь все будет хорошо да наши гости говорят изображение сейчас я выйду и зайду еще раз а а звук самое главное ну конечно хотелось бы видеть а а а а а а а будет получше ну пока что нет ну ждем вот вроде бы что-то собирается да в образ окей сейчас я тогда включу еще вай фай и будет вообще хорошо я прошу прощения дорогие что у нас немножечко да романа не видно ну видно но просто расплывчатое изображение поэтому я прошу прощения что у нас тут вот вот вай фай надо было сразу включить роман а вы нас слышите но еще не дай бог и звука теперь не видит мне кажется что то с интернетом на той стороне теперь у нас вообще зависло все роман если вы меня слышите то вот вышел из эфира совсем у нас получается так надо же у нас сколько идет что делать мне тоже выходить из эфира у нас тут запись абсолютно теряется уже минут десять записи есть предложение да пробуем эфире все было лучше так пробуем еще раз жду да я понимаю у меня интернет вот сейчас лучше все все давайте уже начинать все уже надо было вай фай давайте начнем я буду я буду из другой комнаты но так тоже интересно ну все добрый вечер лана спасибо что пригласили да добрый вечер роман спасибо что вы у меня в гостях и вас задали давайте начнем прямо у нас тема такая обширная ковид и успехи гомеопатии в борьбе с этой химерой скажите пожалуйста в начале эпидемии вот как гомеопатии и включились какие у них были мысли изначально и на чем они основывались какие были мысли теории в чем они видели в принципе выход из этой ситуации или были как и в медицине много ошибок много рассуждений вот расскажите про начало эпидемии в 2020 начало чем жили чем жили великие гомеопаты я не знаю про великие я расскажу про себя и про своих коллег значит для меня год начался с того что ровно два года назад ровно на свой день рождения я заболел причем заболел впервые так серьезно тогда еще никто не знал что такое ковид значит я заболел ровно на свой день рождения проснулся на день рождения свой с температурой под сорок и у меня впервые было переносить такое я обычно помогаю людям переносить такое тут сам испытал все эти прелести высочайшая температура вздуманное сознание невозможность сделать простую математическую калькуляцию даже два плюс два я себя повел на мысль что у меня до конца мысль не доходит ну и были физические симптомы как расскажу потому что с точки зрения гомеопатической это очень интересно с точки зрения самой болезни через три дня и три ночи у меня нашлось для того чтобы открыть компьютер набрать несколько симптомов и прийти к препарату который я наделся мне поможет и я принял этот препарат через минут 15 пришел на кухню заварить чай впервые за три дня за три ночи чем вызвал бурный ажиотаж и у семейных радость это не было придет через некоторое время я помню что это был ковид и судя по той картине клинической и судя по интенсивности и судя по тому как я отреагировал на гомеопатические препараты я относительно очень долго приходил в себя где-то недели три тоже такого не помню а вы меняли препараты себе то есть роман классический гомеопат то есть можно так может быть подбирали препарат конкретно под себя правильно какой-то индивидуальный конечно любое лечение в классической гомеопатике предполагает индивидуализацию то есть нас не интересует настолько название болезни хотя это тоже имеет свое значение нас больше не интересует как человек реагирует каждый человек будет реагировать по-разному и вот есть например одно заболевание мы его называем с ковид сейчас штамм омикрон он может протекать совершенно по-разному и у каждого человека будет не только свой стиль реагирования не только своя способность выдать выдать клиническую картину и либо размеренно либо очень быстро ресурсно или не ресурсно отреагировать на то что происходит именно так мы подбираем индивидуальные гомеопатические препараты если вернуться к вашему вопросу в начале я те препараты которые в начале я принимал они имели очень маленький эффект до тех пор пока не представилась возможность собрать последние капли воедино чтобы принять правильное решение правильное решение пришло и все и через недели три после того как это со мной произошло и я стал приходить уже в себя мне было абсолютно понятно что здесь что-то большое глобальное и с новостями из Китая и с новостями из России вот и мы очень быстро обновали сервис такой центр который назвали горячая линия первая гомеопатическая помощь онлайн сначала это было два три четыре десять двенадцать гомеопатов постепенно расширялся наш расширялась география и сейчас в этой полноценной международной онлайн поликлинике работают несколько десятков гомеопатов на разных языках из разных стран в разных временных зонах и так далее но исходя из принципа гомеопатии да подобное подобное я понимаю скажите пожалуйста что бы со своими коллегами ну вот решили что из себя представляет как называемый чайский вирус или какие исходя из этого подбирались подобные вот это такой интригующий вопрос с дело в том что в гомеопатии есть древняя традиция очень успешно лечение эпидемических заболеваний дело в том что еще основатель гомеопатии доктор очень успешно лечил эпидемии в европе особенно холеры с тех пор если вы посмотрите статистику я говорю сейчас о медицинской статистике эту статистику можно найти в научных журналах медицинских я подчеркиваю не только гомеопатических то вы увидите что самый эффективный способ лечения эпидемиологических заболеваний это гомеопатия эффективность 87 процентов в среднем в сравнении с аллопатическим методом который дает от 4 до 15 процентов максимально эффективное лечение по тем параметрам которые сравнивались в этих статьях если нужно будет я предоставлю в вашем перебью вас по ходу потому что просто забудется вопрос а вы вообще тот гомеопат который включает аллопатию или категорически ее включает и в данном случае под аллопатией вы понимаете или давайте мы дадим знать нашим слушателям мы понимаем под аллопатией фармакологические препараты классические медицинские интервенции или мы имеем в виду все-таки какие-то то что не надлежит нашей биохимии то есть более то что классика называют альтернативой какое ваше отношение к тому же к сотрудничеству в гомеопатах а с другими специальностями давайте начнем с определения аллопатия аллос патус лечи противоположное противоположным то есть я против какого-то агента с другими словами понимается температура мне обязательно нужно с точки зрения аллопати опустить температуру температуру если возникает какой-то какая-то реакция организма то организм не воспринимается как интеллигентная самоуправляющая сила которая проявляется в организме и идет подавление симптомов это аллопатия это во многом уже прошлая медицина к счастью очень многие в медицине особенно вследствие того что показала несостоятельность доказательной медицины последние два года многие начинают открывать глаза и задумываться гомеопатия от двух слов гомеопатус гомеоподобное лечи подобное подобное то есть другими словами если возникает какой-то симптом или синдром мы не подавляем его а даем возможность организму разрешить этот конфликт экологично чисто ресурсно и таким образом когда вы спрашиваете а может ли быть мир между прошлым и будущим да наверное если они объединяются в настоящем поэтому мы к гомеопатам очень любые в основном народ мы не против вообще ничего потому что мы ищем подобие подобие привлекает подобное по закону подобие разговаривается вселенная лопатия это такой промежуток в истории развития медицины который к счастью начинает самосознавать что нужно трансформироваться с замечать гомеопатию в апатию есть такие случаи когда необходимо нужно и у нас тема ковид да и в принципе я все равно хочу вернуть вас к вопросу как это как этот пример с моей точки зрения рассматривали гомеопаты исходя из принципа лечим подобное подобным или вы мне пытаетесь сказать что в каждом случае это было ну допустим температура соответственно мы ориентируемся на эту симптоматику у этого конкретно данного человека или все таки вы пытались понять что из себя представляет этот китайский вирус и какие препараты вот тогда например говорят почему например сразу был популярным препарат арсеник очень хороший вопрос давайте по порядку значит действительно к каждому состоянию нужно подобрать индивидуальные подобные препараты причем подобий может быть разных много но наиподобнейшее лучше его сработает почему начали работать прежде всего с препаратом арсеникумальвума до сих пор чаще всего используют и как для профилактики и как для лечения определенных начальных стадий заболевания представьте себе пожалуйста что мы возьмем сейчас группу в 100 человек и каким-то образом повлиянуть например дадим гомеопатический препарат например дадим гомеопатический препарат арсеникумальвуму и попросим каждого из них записывать в дневнике свои симптомы наблюдения через месяц берем эти дневники потом посмотрим есть ли какие-то общие симптомы у всей группы и придем к выводу что в результате воздействия арсеникумальвум на эту группу в целом и в частности на каждого человека чаще всего встречались следующие симптомы водянистые выделения износа ощущение выделение износа даже такие красные следы раздражающие едкие ощущение холода во всем теле желание укрыться желание теплого тревожное состояние желание кто-то был рядом и так далее и так далее есть тысячи симптомов самые главные симптомы 100 самых главных часто встречающихся допустим 30 и вот вы спрашиваете про этот вирус про эту химиру и начинают приходить сведения со всего мира особенно из Китая из США из России что большая часть людей болеют начинают болезнь с прозрачных выделений износа с ощущения жжения с ощущения холода во всем теле и у большинства из людей тревога тревога страх а что же будет тревога за здоровье тревога за то что будет завтра почему арсеникум арсеникум это мышьяк да почему почему мышьяк почему это мы отталкиваемся в гомеопатии есть такое понятие что вот этот человек он с мышьяком у него мышьячный характер или мы отталкиваемся от того что налетим вирус и он так сказать напоминает действия мужчин в организме вот почему я пытаюсь докупаться я думаю что я думаю что нужно пойти еще даже глубже это не действие на вирус это не действие на характер а это оценка реагирования организма на то что происходит вот если вирус вызывает у организма такую реакцию о которой я говорю это картинка арсеникум таких картинок в гомеопатии ну уже около 15 20 тысяч известных нам описанных самых главных около 100 ну владея например один очень известный гомеопат был ряд альтернативных профессоров Джордж Витулько в свое время когда я учился в его академии еще 20 25 лет назад он говорил что хороший гомеопат должен хорошо знать обладать знаниями об основных 50 60 препаратах этого достаточно чтобы вылечить 70-80 процентов всех болезней которые существуют и действительно так если мы возьмем сейчас например тот же штамм омикрон который сейчас самый-самый популярный с точки зрения изучения мы увидим что большая часть гомеопатов по всему миру использует 30-40 основных препаратов и справляется с более чем 90 процентов случаев успешно причем в первые часы и здесь результаты они действительно фантастические по нескольким причинам во-первых этот омикрон намного легче проходит чем ковид во-вторых уже многие поднаторели разбирая острые случаи накопили опыт особенно последние два года в третьем используются те же самые геноптические препараты главное узнать как человек реагирует на ситуацию и всегда мы используем не только индивидуализацию как оценку или критерий истины но и еще динамику того процесса который перед нами перед нами то есть я это понимаю но я боюсь что мы с вами очень разочаруем нашу публику если мы хотя бы не дадим практическое будем говорить о том что ну давайте хотя бы не рекомендация а из истории лечения ковид когда мы с вами разговаривали до из мира вы говорили что гомеопаты видели несколько волн течения модной болезни и в каждую волну были определенные эффективные препараты которые ну в целом если попытаться это все-таки попытаться генерализировать на население а не на человека которого мы как время могли кого-то взять и концептировать вы знаете вы знаете в этих волнах и аппаратах дайте музыку для наших ушей извините не расслышал я говорю дайте нам музыку для наших ушей дайте нам пожалуйста конкретные названия хотя бы исходя даже вот просто из вашего опыта вы говорили за эти все волны которые происходили и что практическое или что яркое такое было характерно из опыта гомеопата для каждой волны хорошо я расскажу это например гомеопатических случаев клинических случаев конкретных примеров и практических документаций вашим зрителям нашим зрителям значит давайте мы действительно рассмотрим что гомеопатия интиментальный подход когда я лечу непосредственно конкретного человека передо мной я должен рассмотреть его картину в последнее время очень развивается тема профилактики заболеваний с помощью гомеопатических средств есть даже страны которые что происходит сейчас с этим омикроном давайте вот сейчас конкретно сейчас омикрон ходит по планете есть 14 основных симптомов некоторые говорят 5 некоторые 7 ну в основном 14 симптомов которыми характеризуется омикрон и именно на примере этих симптомов можно рассмотреть как индивидуальное лечение так и попытку профилактики если вы возьмете все эти симптомы вместе начиная с вот как это поливание начинается вот эти выделения из носа да обычно прозрачные вот я сижу возразилась от мужа я сижу вот с этим видимо модным омикроном хотя скажу вам честно дорогие мне это напоминает обыкновенный грипп вот просто грипп но вот во многом вы не удивитесь я думаю во первых может быть мы можем помочь вам в прямом эфире если это будет интересно во вторых вы не удивитесь что практически 80-90 процентов гомеоптических препаратов которые сейчас используются при лечении омикрона используются при лечении гриппа инфлюенсы и других вирусных заболеваний естественно опять мы учитывая индивидуальную реакцию вот так вот давайте пройдемся по этим симптомам и поймем что здесь происходит и почему сейчас это заболевание считается много проще дело в том что ковид первые версии вируса первые варианты вируса они они больше поражали нижние дыхательные пути они больше проникали в легкие они больше поражали альвеолы и поэтому было очень непросто с самого начала мы видим сейчас что омикрон намного проще протекает почему он как бы застревает в верхних дыхательных как будто такое ощущение что люди за два года либо научились справляться либо вирус охладел или ослаб скорее всего вирус ослаб потому что популяция и то как с ней ведут себя с населением масс медиа не способствует ни психическому ни физическому здоровью если мы берем все симптомы верхних дыхательных путей это нос это горло это максимум верхней части бронхов мы видим там например раздражение в горле которое может быть переходить на постоянный персистент постоянный кашель мы видим иногда в этой болезни усталость или боль в мышцах мы видим в этой в этом штамме например даже головокружение или отдельный симптом чихания то есть мы видим что организм останавливает не пропуская вниз не пропуская глубоко теперь если мы возьмем все эти симптомы то есть и рассмотрим популяцию как 1 человек и берем этому 1 человеку Человечищу или так еще принято посленнее время такой термин Человей Человейник вот есть муравинник а для человека и для человечества такое ногоди вот есть законы Человейника если мы взяли Человейника и рассмотрели как Человейник валяет сейчас вообще Все человечество в больной ситуации, все человечество проявляет, если мы посмотрим на один организм, симптомы. Этому организму с точки зрения гомеопатической требуется один и тот же генаптический препарат, в большинстве случаев, не всегда, арсеникум-альбом. Поэтому для профилактики, если вы только сейчас почувствовали, что у вас что-то начинает першить в горле, или пошел насморк, прозрачный, обычно он текущий такой, вакерит, то есть он водянистый, есть жжение, и те симптомы, о которых я говорил, не откладывайте, принимайте арсеникум-альбом, 200С. Можно его принимать по следующим схемам, я даже вам схемы расскажу. Если в вашем доме кто-то болен, и это точно уже омикрон, и это симптомы, которые уже появились, значит, скорее всего, контакт с вирусом уже произошел, и есть вероятность того, что человек болеет, нужно начинать принимать арсеникум-альбом, 200С, каждый день на протяжении 5-7 дней. И желательно, если вы сами не знаете гомеопатических законов, за это время найти гомеопат, обратиться на нашу горячую линию можно, можно по месту жительства, можно найти гомеопат онлайн. Вопрос у меня сразу по ходу, пожалуйста, Роман. Вот даже хорошо, что я только знакома с гомеопатией, я абсолютно не специалист, у меня сразу вопрос. Вот я хочу, вот я болею сейчас, то, что вы сейчас описываете, у меня абсолютно вот эти симптомы. Я заказываю арсеникум-альбом 20С, или вы... 200С. 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 И у меня есть выбор между заказать это в спиртовом цитаре, а есть вот в этих гранулах. Ваше предпочтение? На данном этапе это не имеет такого большого значения. Вообще, мое предпочтение больше в горошинках, потому что это удобнее, легче транспортировать. Кстати, если говорить о легче транспортировать и заказать, то в такой форме есть вариант, что будет даже в вашей соседней аптеке. Это настолько сейчас, что в развитых странах в кругу статейки есть отделы гомеопатические. Имеет значение, сколько горошин я приму или нет по гомеопатическим законам? По доброму, по хорошему. Имеет значение, конечно же, имеет значение. И мы советуем примать по две горошинки один раз в день в этой схеме. Причем вот сейчас мы писали с вами схему для людей, которые были в ВКонтакте, которые на 100% уже знают, что вот здесь есть и микрон, не где-то там теоретически. Ну да, микрон, у меня болел муж. Достаточно сильно болел муж. Значит, имеет смысл прямо начать эту профилактику, а иногда это будет даже уже лечение, потому что продрамальный период никто не отменял, и мы не можем знать, когда появляются симптомы. Вторая группа людей, которые, вероятно, могут встретить носителя этого вируса. Ну, работают в медицинских учреждениях, возможно. Да, это третья группа. Вот те, которые работают в медицинских учреждениях, это третья группа А, и мы сейчас к ней буквально через минуточку придем. Я имею в виду, вот вы выходите, допустим, на улицу. Не в магазин, не на почту, не в банк. На улицу кто-то прошел мимо. Есть вероятность, а может, ее и нет. И там мы учитываем несколько моментов. Первое – это частота заболеваемости в данной популяции. Второе – это интенсивность заражений в определенный протяжуток времени. И третье – вирулентность, то есть опасность этого заболевания. Если вы, может быть, встретите, а может быть, не встретите, мы рекомендуем принимать оценникум-альбум 1М, это уже более высокая потенция, это тысячное разведение, один раз в неделю. При этом, если начинаются симптомы, лучше обратиться к профессиональному гомеопату, он знает, что сделать так, чтобы заболевание протекало мягко, быстро и с наименьшими последствиями. То есть используем оценникум-альбум 1М разведения, которое считается более патентным, более сильным, чем 200С, правильно? Но сокращаем, кстати, как по схеме вермектина. Один раз в неделю, один раз в неделю пьем. А скажите, пожалуйста, беременным, фармящим детям это можно? Это нужно. Это нужно. Может быть, там с потенциями нужно более осторожно. И в такой чувствительной группе людей я бы все же рекомендовал обратиться к специалисту, а не заниматься самолечением. Тем более, ответственность такая немаленькая, да? Есть еще третья группа людей, о которых вы говорили ранее. Это люди, которые работают постоянно с больными людьми. Вероятность встречи там с такими людьми не только высока, а она подтверждается. И каждый день это именно те центры, где все это происходит, где передача от инфекции очень вероятностна. И там мы рекомендуем до появления симптомов принимать один М уже два, иногда даже три раза в неделю. Я записываю. Записывайте по ходу. Можно также задать такой вопрос. Я уверен, что будут такие вопросы у вас. Я, когда веду занятия, вебинары, иногда в эфирах задают вопрос. Скажите, пожалуйста, а не опасно ли принимать постоянно гомеоптический препарат? Уже два года мы здесь будем заниматься профилактикой. Неужели всю жизнь, каждый день? Во-первых, гомеоптический препарат – это информационный посыл. Там нет никакого материального, материальной субстанции. Да, на каком уровне, давайте вот для совсем новичков, на каком уровне работают гомеопатические препараты? В принципе, это какое из наших тел? Гомеопатический препарат работает на всех уровнях. Мы можем разобрать человеческий организм или рассмотреть его с разных точек зрения. Но, в принципе, мы можем отличить здесь физическое тело, эмоциональное, негетическое, психологическое и духовное. И с любого уровня мы можем повлиять на другим, правильно? В этом и суть. Абсолютно верно. Абсолютно верно. И если мы видим, что у человека затронут, допустим, или больше всего подвержен воздействию вирулентных, злотворных, вредных влияний извне, физический уровень, естественно, потенцию будем подбирать ниже. Нам не нужно таких высоких воздействий. Но если к нам приходит человек, который проявляет заболевания и на физическом, и на эмоциональном, и на ментальном, и даже на духовном уровне, так, что видно нам, этот дисбаланс, естественно, тогда мы будем подбирать потенцию высоко. Я вам приведу гомеопатический пример из первой волны. Мы с вами договорились, что будут примеры из разных волн. Вот вы живете в Соединенных Штатах. И знаете, большая часть случаев в Соединенных Штатах с ковидом, с точки зрения гомеопатической, вначале разрешалась с помощью нескольких препаратов. Первенство занял препарат Бриония. Какой? Бриония. 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 Знакомо. Значит, мы знаем с вами, что Бриония растет в Соединенных Штатах. Это такое растение. Мы знаем картину гомеопатического препарата Бриония давно, достаточно давно. Я вам сначала напомню и нашим зрителям напомню несколько симптомов первых волн ковида, особенно вот такой самый первый большой массированный, который начался еще в сентябре-октябре 2019 года. Еще до того, как официально признали, как это, и что прошла волна пневмоний непонятных, когда прошла волна непонятного вирусного заболевания, которое сбрасывали, может быть, это нау-вирус, гриппа, может быть, какая-то непонятная пневмония. Из-за тяжелого гриппа, с осложнениями, в атипичную пневмонию. Это началось далеко до официально объявленной пандемии. Абсолютно так. С точки зрения гомеопатической картины, что вы наблюдали там в этих случаях? Очень часто это высокая температура, боль по всему телу, и любое движение вызывает ухудшение. Это на физическом уровне. На энергетическом уровне отсутствие сил, на эмоциональном уровне попытка заглушить всё, отсечь себя от внешнего мира и находиться в ситуации, где не только никто не тронет, но где никто не может достать. А более высокий уровень поражения — это интенсивная, сильная, неоправданная тревога о бизнесе, финансовом состоянии и желании вернуться домой. Вот желание вернуться домой — это уже переход даже из психоэмоциональной сферы в духовную сферу. А что такое вернуться домой? А что такое, почему эти люди могли ночью видеть сны, как они возвращаются домой? Почему в беседе они говорили, мне бы хотелось домой вернуться? Откуда это? И если мы возьмём сейчас все четыре уровня, мы увидим, что это одна картинка. Вернуться домой и сделать так, что тебя никто не видел, никто не трогал. И наоборот, все, кто тебя увидят, это раздражает. Если тебя как-то подвинут, любое движение ухудшает. И вот эта боль, например, при этих пневмониях, о которых вы сказали, типичных пневмониях, был очень выжимый симптом. Любое кашлевое движение вызывало тихую, непоносимую головную боль. Вот это классический симптом брюния, который известен гомеопатам уже на протяжении 150-200 лет. То есть это боль, начало симптоматики поражения дыхательной системы. И ментально-эмоционально настолько тебе тяжело, что, в принципе, ты не хочешь общаться с окружающим миром. Ты хочешь быть изолирован. Но тебе так плохо. Это естественное такое желание. Но характерный симптом для того, чтобы подобрать препарат гомеопатии. Это вот классическая брюния. И она помогала в первой волне. Она помогала в первой волне. И в других волнах. Сейчас тоже бывают ситуации, когда человеку с омикроном нужно будет прежде всего брюнивать. Когда? А вы уже знаете картину, вы её только что прописали. Если к вам кто-то обратится сейчас с картинкой, что слизистые и сухие, хочется пить. Но он не пьёт. Знаете, почему он не пьёт? Он не пьёт, потому что для того, чтобы выпить, нужно протянуть руку к тому стакану с водой, которую приготовили ему. Вот мне приготовили здесь стаканчик воды. Я выпью за вашего здоровья. Это замечательное водо. Да, кстати, пьёт воду. А он не может даже дотянуться. Вернее, он может, но он не хочет. Он предпочитает лежать в бездвижности и не цеплять себя движением. А к такому человеку, если вы подходите, это уже напрягает его. Если что-то вызывает необходимость двинуться, двигаться, это ухудшает состояние. Ну вот, зная картинку гомеопатического препарата, очень легко предупредить последствия развития болезни. И то, что мы видим за последние два года на примерах десятков тысяч клинических случаев, что те, кто принимал гомеопатические препараты вначале особенно, они выходят из болезни намного быстрее. У них нет последствий практически. У меня вышло несколько отзывов, что выплали только на гомеопатии. Вообще боль-то ничего не применяли. Многие сочетали гомеопатические с определёнными нутрицептическими подходами. Я думаю, что вы не против нутрицептиков. Я только за. Я только за. Я даже могу рассказать вам о своём опыте и о опыте горячей линии по этому поводу. У нас любой пациент, который приходит к нам, обращается за гомеопатической помощью, мы обязательно сразу же высылаем рекомендации в этих рекомендациях, гомеопатические рекомендации. Что нужно присоединить, что нужно добавить к питанию. Или, вы знаете, я посмотрел сегодня ваш блог, в Инстаграме ваш канал. Я думаю, что я могу смело рекомендовать всем гомеопатическим нашим пациентам, посетить его. У вас это подробно и хорошо расписано. И, к сожалению, очень многие, несмотря на то, что есть блоги, есть информация, эта информация сейчас в доступе, зайди и почитай, почему важен картицин, почему важен цинк в кокуляции, почему важен ритамин С, почему вот это всё может поддерживать. Я не говорю уже о каких-то специфических назначениях. Но, к счастью, в последнее время, вот в последних 2-3 месяца у меня есть такое моё собственное ощущение. что идёт какое-то пробуждение. Людям надоело жить в страхе, и они понимают, что сейчас нужно выходить, находить способы, находить способы не выживания, а нормальной жизни. Вы знаете, отрадно видеть пробуждение в каком плане? Даже те люди, которые были согласны на первые две окулизации и отжидали чуда, и его обещали, это чудо обещали, давайте всё-таки не быть с Альцгеймером, нам обещали, что и трансмиссия будет остановлена, и эпидемия будет остановлена, не только заболевание будет якобы легко протекать, и уколизация будет, может быть, один раз в полтора года. Центр Гамалея вообще обещал, лет 10, с трибун лет 10 будет треклеточный романтик, и так далее. Никакие обещания не сбылись, и даже те люди, которые сделали себе два укола, вот они, возвращаясь к словам Романа, начинают понимать, что как, а теперь третий, четвёртый, пятый, и это бесконечно, потому что я с улыбкой встретила вопрос, который задавали Роман, и Роман его озвучил, а что ж мне там, как вы относитесь к тому, чтобы всю жизнь принимать гомеопатию? Ну, это точно так же, как у меня бы могли спросить, а как вы относитесь к тому, чтобы всю жизнь принимать витаминно-минеральный комплекс? Да, лично я к этому отношусь. Мне непонятно, как мы можем каждые 2-3 месяца чему-то учить или направлять, даже не учить, а насильно направлять иммунную систему на что-то. Это мне напоминает, как вот мы все хором такие хорошие, тимуровские, перевели бабушку через дорогу. А почему так много вас было, и почему так часто? А она туда не хотела. Так и здесь. Поэтому гомеопатию можно принимать, как я понимаю, и всю жизнь, и витаминно-минеральные комплексы, тоже всю жизнь. Гораздо больше пользы будет, и вообще никаких осложнений я никогда на этот счёт не встречала. Ну да, мне тоже отрадно, что есть многие уже люди вокруг меня, они мне предают и сильней, что, в принципе, хорошо. Мы были согласны на 2 раза, но, оказывается, это придётся делать каждые 3 месяца. Но, Коменс, к сожалению, к счастью, намного больше людей, которые сейчас... Знаете, в чём дело? Дело в том, что мне кажется, что основная проблема, когда мы перекладываем груз ответственности и груз принятия решения на кого-то другого, если какой-то дядя или правительство, или Министерство здравоохранения, или фармацевтическая компания, или мафия, ну и так далее, можно поставить здесь 3 точки, должны решать за тебя, как тебе жить. У них есть своя жанра, у них есть своё расписание, у них есть свои интересы. Только при этом интересы человека забываются. А вот интересы человека, мне кажется, что самое главное, именно одно из самых главных, это быть свободным. И вот сейчас эта свобода на уровне здоровья, мы видим, что с ней происходит. Вот свобода вырабатывать макрофаги, свобода вырабатывать петокины таким образом, чтобы не создавать шторма, свобода иммунного ответа. Это как-то забывается сейчас. У каждого из нас есть шанс остаться свободным и соответствовать тому, что предназначено. Однозначно. Роман, можно вот конкретные вопросы у нас есть, и можно вас попросить всё-таки, чтобы мы... Я всё-таки боюсь идти на два часа, не прерываясь. Через пять минут мне лучше сохранить эту первую часть, а во второй части задавать вам конкретные вопросы и, может быть, посмотреть, что у нас спрашивают люты, здесь присутствующие. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Традиционно гомеопаты против жаропонижающих средств. Как в случае с COVID? Какое у вас подход и отношение? Давайте так. Когда поднимается температура, это уже хорошо. Это уже разрешение конфликта. Когда происходит разрешение конфликта? Когда человек может мобилизовать силы и начать реагировать. По аналогии, представьте, что есть какая-то интервенция, нападение, кто-то пытается захватить вашу территорию. Для этого есть пограничные войска, есть войска внутренних дел, есть специализированные войска. Каждый знает, что делать. И когда все эти группы войск слаженным, единым, синхронным организмом начинают реагировать, естественно, поднимается температура. Температура не просто так поднимается. У температуры есть свои задачи. У лихорадки есть несколько десятков пантофилологических объяснений, почему поднимается температуру. Это наши традиционные взгляды на течение инфекции и наши традиционные действия, которые были вот до ковидом. А вот с ковидом, потому что классически мы думаем о том, что температура говорит о нарастании цитокинов, цитокинового шторма. Есть какие-то препараты, которые могут остановить цитокиновый шторм, напрямую спрашиваю, в гомеопатии? Во-первых, есть. Во-вторых, действительно, когда при ковиде возникает вот такой всплеск температуры и мы увидим такое большое количество цитокинов и цитокиновый шторм действительно опасен, сидеть сложа руки нельзя. Нужно что-то предпринимать, нужно что-то делать. Иногда лучше даже приостановить температуру, если вы никакими другими способами не можете отградить или защитить человека. Лучше понять, из-за чего происходит цитокиновый шторм. Почему вот эти микрофаги решили выбросить такое количество биохимических веществ, что организм чувствует себя в пожаре и останавливает на разных уровнях, на разных тканях вот таким преувеличенным таким акселерированным способом. Какие препараты можно применить? Или какие препараты были популярны? Ну, если генерализировать, если инженерировать? вот мой коллега профессор Аджет Кулькарни, он создал гомеопатическую рубрику цитокиновый шторм. В эту рубрику вошло уже около 40 гомеопатических препаратов. И здесь я хочу сказать, что цитокиновый шторм будет появляться не только высоким повышением температуры, но и еще дополнительными факторами. И вот здесь вступает действие закона индивидуализации. Пример. Перед вами человек, и вы видите, что это следствие цитокинового шторма. Огромная температура, высокая температура, соответствующие анализы крови, но при этом человек очень уставший, истощенный. Он не может даже руки поднять. В таком случае им понадобится препарат, который называется муриатикум ацидум. Или фосфориум ацидум. Муриатикум ацидум. Муриатикум. Да. Или фосфориум ацидум. Вообще вся группа кислот она очень характеризуется вот этим свойством истощения, усталости, неможденности, невозможность. Очень многие описывают это, что очень сложно производить всякие движения, потому что нет сил. Это один вариант. Второй вариант, когда вот этот цитокиновый будет сопровождаться тревожностью, беспокойством. Человек вообще не знает, где он находится, как ему найти свободное, спокойное место. Он движется из комнаты в комнату, из места, из угла, он спрашивает, культуры, часто он ходит, поправляет картинки на стене, чтобы это ровно висело. Он часто просит попить, причем пьет, посмотрите, как он берет маленький глотокик. Я глотоку. Через минутку подошел еще раз к глотоку. Я глотоку. У него беспокойство проявляется во всем. Это акционикуман. Цитокиновый шторм, который будет проявляться следующим образом. Усталость, причем даже головокружение и ознобы. Обратите внимание, внешне мы знаем цитокиновые штормы, но вот эти специфичные характеристики будут по своему привлению. И вот эти ознобы у людей часто будут ходить по позвоночнику, вверх-вниз. Причем как они будут ходить? Медленно вверх-вниз. И еще один симптом у этих людей очень часто после мочи спускания наступает улучшение. У меня сегодня утром была пациентка, которая рассказывала об этой картине, и я спрашиваю, что-то улучшило будет. Вот я схожу в туалет, и после этого минут 15-20 просто как будто бы кто-то заряжает. А потом опять все уходит на нет. Это препарат гильземиум. Как? Препарат из гильземиума. Гильземиум. Гильземиум. Да. Это препарат гильземиум. А есть например такая картинка. На прошлой неделе у меня была середа случаев один за одним прям вообще как волна. Действительно еще одна волна. У человека высочайшая температура понятно, что-то таки со всеми проявлениями. и он жалуется на сжатость, зажатость, ощущение, что его скрутили. И он постоянно ходит на размер тела. И ему очень тяжело в начале движения. А движение через боль преодолевает движение. Он чувствует, что это то, что ему нужно, чтобы снять этот панцирь. На английском говорят stiffness. Вот эта скованность, должна уйти. И вот когда он начинает двигаться, ему становится легче. Он движется, ему легче. И он пытается быть в постоянном движении. Это какой препарат? Это препарат, который называется РУС ТОКС. РУС ТОКС. Его полное название это РУС ТОКСИКО ДЕНДРОН. И что интересно, что не придется вас перебить и сохранить эфир и выйти еще раз. Потому что мы можем потерять. Я боюсь сделать больше часа. Сейчас еще раз вопросим практические вопросы. Друзья, спасибо. Заходите еще. спасибо. Спасибо.